Действительно, в существовании архива внутри Музея современного искусства «Гараж» есть некоторые особенности, которые добавляются к всем тем привычным для любого архивиста проблемам и задачам, которые мы решаем повседневно. Прежде чем перейти к сути вопроса, я должна сказать, что с самого начала сентября 2012 года, когда архив был основан внутри Музея современного искусства «Гараж», он был основан внутри подразделения, которое назывался «Научный отдел». Это чрезвычайно важно отметить, поскольку именно эта характеристика определит дальнейшую судьбу архива как такового. В 2012 году, когда в Музее возник архив, здесь нужно сказать, наверное, несколько слов об истории формирования этой коллекции, в Музее переехал фактически весь архив фонда художественной проекты, и весь этот массив материала был сложен из нескольких ресурсов, в частности, из архивной коллекции Центра современного искусства «Сороса». В особенности следует упомянуть коллекцию «Видеохроники» московской художественной жизни 90-х годов, которую основала, из которой долго работала Юлия Овчинникова, которая сейчас работает в медиатеке Государственного центра современного искусства. Плюс ко всему, плюс к этой коллекции Центра «Сороса» в архив фонда художественной проекты входили несколько частных собраний, в частности, та архивная коллекция, которую собирал лично я в течение многих лет. После, и, собственно говоря, вот эта модель, пришедшая в гараж вместе с коллекцией фонда художественной проекты, была воспроизведена в микромасштабе на новом месте. Это такая троечная, три единства таких разных носителей. Прежде всего, это библиотека, состоящая из книг, посвященных русскому искусству, западному искусству, искусству первого половины XX века, современному искусству. Она включает в себя периодику, она включает в себя книги по философии и теории искусства. И вторая часть собрания гаража – это документальный архив, который посвящен исключительно и полностью истории послевоенного русского искусства. Это тоже надо иметь в виду, и это одна из таких вот точек, особенных черт архива гаража. И третья часть, которая включена в эту коллекцию, это медиатека, так называемая, или видеотека. Это собрание видеозаписей, документирующих художественный процесс русского искусства. Еще раз подчеркну, это только русское искусство. И это в основном записи художественных акций, выставок, конференций, каких-то неформальных художественных встреч. Это не произведение видеоарта. Это тоже нужно иметь в виду. В течение прошедших трех лет оба эти три подразделения, все три подразделения прошло вращение, очень интенсивно развивались. И в прошлом декабре, 11 месяцев назад, гараж открыл библиотеку для публики, таким образом предоставили площадку для первой в России публичной библиотеки по современному искусству, которая, наверное, является самым динамичным участком развития нашего архива и документального собрания. В библиотеке работают библиотеки-консультанты, практически все из них являются действующими искусствоведами, что очень характерно. Вот здесь вот несколько битов библиотеки, которые, честно вам скажу, очень горжусь. И постепенно библиотека становится неким самостоятельным органом внутри научного департамента гаража, поскольку выполнять свои функции комплектуется совершенно особенным образом, но по-прежнему внутри нее есть та часть, которая умножает информационную ценность и архива документов, и видеотеки. Помимо перманентного роста количества томов, которые библиотека-гаража может предложить читателям, сотрудники ее пытаются сделать знания доступным для самых широких пользовательских кругов. И в частности, в этом году мы запустили несколько рейдинг-групп, здесь вот несколько снимков, посвященных работе этих рейдинг-групп. это феминизм и современное искусство, это марксизм и современная культура, рейдинг-группы, посвященные социологии, рейдинг-группы, посвященные современной теории искусства. Следующий подраздел научного отдела это архив, как я уже сказала, архив документов, который во многом был построен на тех же принципах, что и Медиатека государственного центра современного искусства, об этом подробно рассказала Зинаида Стародукцева. Это досье художников, это фотографии их работ, это фотографии их повседневной жизни, это коллекция газетных, журнальных вырезок, это институциональные досье, но со временем наш спектр материалов, которые мы собираем, значительно расширился. Во-первых, за счет даров, которые мы получили в течение трех лет от ведущих московских художественных институций, это целый ряд московских галерей, большая часть из которых перестала функционировать. Нам продолжают дарить и сейчас, и часто это коллекции документов, собранные художественными критиками, самими художниками, кураторами, галеристами, и единственное, что мы пока что сохранили от старого архива коробки, было очень интересно услышать, что в библиотеке Кандинского это были зеленые коробки, в нашем случае Абнекрасовы. Одним из важнейших моментов, которые произошли с архивом в Гаражас в течение этих трех лет, это то, что мы получили возможность основать и развивать так называемый институциональный архив, посвящая значительное количество и времени, и, так сказать, даже физического объема документам, связанным с историей самого музея. Вот примерно так выглядит фрагмент одного из больших шкафов, где хранятся документы фонда художественных проектах и институциональный архив Гаража. Также мы инвестировали большую часть усилий и своих знаний и надежд в создание электронного каталога Гаража, куда вносятся данные как о библиотечной коллекции, так и об архивной коллекции. Надеюсь, через год наш онлайн-паталог заработает, и любой исследователь русского искусства, работающий в России или за рубежом, сможет посмотреть документы, которые мы храним. И еще один важный момент, который нельзя не отметить, и в этом смысле мы, наверное, пионеры на таком публичном поле работы с документальным материалом, Гараж начал приобретать архивы, не просто принимать их дар, но покупать. И в этом был определенный вызов, поскольку мы только что обсуждали во время перерыва, поскольку рынок на архивный материал практически отсутствует, особенно если мы говорим о современном искусстве, которое творится здесь и сейчас, и его ценность в момент создания не настолько очевидна, как если бы мы говорили об искусстве прошлых эпохов. Итак, первый архив был приобретен, архив фонда художественные проекты, продолжали приходить дары, как я уже сказала, в частности нам подарил свой обширный архив галереи Эль, вернее, бывший сотрудник этой галереи. И наконец, 11 месяцев назад Гараж приобрел одну из ценнейших коллекций документов, связанных с послевоенной историей русского искусства. Это коллекция Леонида Таллочка, куда входят уникальнейшие рукописные каталоги подпольных выставок, самодельные книги, стихов, фотографии произведений художников 60-х, 70-х, 80-х годов. Перед вами, например, на этой фотографии сделаны вручной пригласительный билет. Ну, на самом деле сокровищ в этом собрании очень много, и про него можно было бы сделать отдельный договор. И, наконец, коротко попытаюсь рассказать о том, что входит в медиатеку гаража в коллекцию видеозаписей. Эта коллекция состоит преимущественно из тех материалов, которые были отсняты во время функционирования Центра современного искусства Сороса, сняты Юлией Овчинниковой, как я уже сказала. Дальше Юлия Овчинникова снимала течение художественной жизни Москвы, работая в фоне художественной проекты. В этой же коллекции недавно приобретенные архивы Вадима Захарова, Иосифа Бакштейна и Игоря Макаревича, которые снимали уникальные события, которые для русского зрителя, для русского исследователя зачастую остаются за рамками видимости, поскольку имели место давно и не в пределах нашей страны. То есть в буквальном смысле нам возвращается наша история с каждым новым приобретением, с каждой новой видеозаписью, пригласительным билетом, афишей, газетной статьей. На самом деле к вопросу о оцикровке материалов, безусловно, в первую очередь занялись именно этим, поскольку все носители видеоматериалов, которыми мы могли располагать, это носители устаревшие, хрупкие, и единственный способ сохранить и реставрировать, это оцифровать. Таким образом, несколько, даже не знаю, в чем мерить, в часах, в терабайтах или в количестве кассет, но значительное количество видеозаписей на VHS, Питакам, DVD, Мини-DV, Хай-8 и даже в таком античном формате, как Ампекс, были оцифрованы и продолжают оцифровываться, и оригиналы будут храниться столько, сколько мы сможем их хранить, однако доступны будут для пользователей именно в цифровном виде. Я очень коротко рассказала о том, из чего состоит архив гаража и как он пополняется. И это довольно традиционные способы работы. Это покупки, это дары, это то, что приносит на наш берег художественный процесс текущий. Но одной из важнейших составляющих комплектования коллекции гаража стал метод научного исследования, который позволяет аккумулировать большой объем информации, который затем становится частью документального и видеоархива. Одним из первых исследовательских проектов, которые мы осуществили в рамках научного отдела гаража, был проект реконструкция. Саму выставку организовал фонд культуры Екатерина, куратором выступила Елена Селина. Гараж предоставлял для выставочной программы видеохроники художественной жизни в 90-х и ряд архивных материалов, которые вошли в экспозицию. Вот здесь на этом снимке виден зал, который почти полностью сформирован на базе архива музея Гараж. Это зал, посвященный истории билеев Трекпрудном. Но самым важным моментом, который означал для нас тонкий пункт, маленький пункт во времени, когда ты не просто формируешь знание, но ты заставляешь его работать, когда ты заставляешь его отдавать энергию собирательства тем, кто может ее востребовать. Таким вот пунктом для нас стала книга, состоящая из двух томов, посвященная истории московского искусства 90-х. Она называется так же, как выставка, называется реконструкция, но в полном смысле слова каталогом выставки эта книга не является. в процессе работы над книгой, над этим двухтомником мы собрали значительные коллеги, во-первых, мы заставили работать то, что мы уже собрали, то есть мы как бы осмыслили и ввели в действие то, что уже было собрано, но параллельно мы подключили к этому собранию значительное количество документов ранее не выявленных и теперь стали частью нашей коллекции. Следующий большой проект, который привел в действие те же механизмы, что и проект реконструкции, это была выставка «Перформанс в России картография истории». Выставка заняла полностью прежний павильон музея-гараж и «Перформанс самым важным была работа с историческим контекстом, исследовательская работа, которую проводили сотрудники научного отдела, пытаясь заполнить те лакуны, которые образовались в нашей коллекции по тем или иным причинам, для того, чтобы история и перформанс в России была представлена в архиве максимально полна. Итогом научной работы дела стала книга-картография истории перформанса в России за сто лет. Характерным моментом в данном случае является то, что все художественные акции, которые были включены в каталог, были прокомментированы не современными искусствоведами, художественными критиками, кураторами, а современниками, теми, кто мог наблюдать перформанс вживую. И для этого был собран, как я уже сказала, очень большой объем материала, связанный с этой историей, который предмонстрировал, что наш метод верен, что мы работаем эффективнее, гораздо больше, с гораздо большей отдачей именно тогда, когда мы совмещаем коллекционирование и его презентацию коллекции в процессе научного исследования той или иной исторической эпохи. Одним из серьезнейших вызовов нашей работы стал проект «Древо современного русского искусства», премьер которого состоялось этим летом в новом павильоне музея «Гараж». Он продолжается, этот проект не завершен, но сама презентация была для нас тем, что называется «челлендж» в английском языке. Этот проект на самом деле состоял из трех частей. То, что вы видите, вот эта карта, отраженная на стене, это некий график взаимосвязи между художниками, кураторами, искусствоведами, вообще участниками художественного процесса внутри истории русского искусства в течение почти 50 лет. Каждая связь, которая обозначена на карте, их там несколько тысяч связей, откомментирована, то есть подтверждена тем или иным историческим свидетельством, документом, фрагментом воспоминаний, художественной статьей, художественной работой. Вот это представление современного художественного сообщества как о большой социальной сети и было задачей проекта «Древо современного русского искусства», именно поэтому в этом проекте с нами сотрудничали социологи, которые помогали нам выстраивать самого разного рода схемы художественного взаимодействия, человеческого взаимодействия. вторая задача этого проекта заключалась в том, чтобы представить основные коллекции, которые на тот момент включал архив гаража. Туда вошла и коллекция фонда художественной проекта, архив Талочкиной, архив московских галерей и многие другие артефакты, в частности внезапные по инициативе самих художников, возникшие внутри гаража массив, который связан с историей стрит-арта. И, наконец, третья часть, которая для меня лично представляется наиболее ценным итогом нашей работы. Третья часть представляла из себя интерактивную мультимедиа инсталляцию, которая тоже называлась «Древо современного музыкального искусства», внутри которого было представлено 25 феноменов из числа наиболее важных для истории отечественного искусства, начиная с объединений 60-х годов, первых объединений монконформистов и кончая акционистами 2000-х годов. «Древо» видите, эта система, эти 25 явлений, так же, как и почти 500 художников, увлеченных в исследование древа, соединены между собой различными связями взаимовлияния, отталкивания, преемственности и отторжения. На этой основе были составлены какие-то главные задачи, которые обозначены, вот эти главные цели, которые преследует научный отдел гаража в своей работе по формированию и функционированию архивной коллекции. Во-первых, я думаю, многие из тех, кто работал с историей русского искусства, понимают, что в действительности мы не можем считать историю русского искусства второй половины XX века на самом деле написанной. Эта история до сих пор ждет своего часа, хочет быть зафиксированной, и архив гаража предоставляет исследователям возможность опираться на фундаментальную коллекцию документов, которая может позволить написать эту самую историю. Более того, отсутствие зафиксированной истории современного русского искусства делает его практически невидимым в большом российском социуме. Именно поэтому и сегодня большая часть наших сограждан задается вопросом, почему мы называем искусством «Черный квадрат» Малерьевича, не говоря уже о акциях Петра Павленского и других радикальных перформансах современных. Соответственно, мы должны проявить историю русского искусства в ее документальной проекции с одной стороны, и с другой стороны мы должны сделать ее внятной зрителю, который не знает ничего. Поэтому мы должны использовать свои архивные ресурсы для выстраивания чистой воды коктологического ряда, дающего возможность проследить преемственность эпох, преемственность стилей и увидеть эту историю как нечто целостное. И, наконец, третья задача, которую мы себе ставили, это снова пополнить наш архив теми документами, которых нам не хватает для полноценного повествования того самого нарратива, того самого большого архивного мифа, который, тем не менее, несмотря на всю критику архивной деятельности страны великих философов XX века представляется нечезвычайно важным. Перед нами стояла целая череда очень сложных задач провести, во-первых, исследований выявить о чем мы говорим, кого мы имеем в виду, кто является фигурантами нашей истории, о чем эта история, где она случилась и зачем мы ее рассказываем. Следующий шаг необходимо было написать сценарий каждого из 25 явлений, пытаясь рассказать об этом явлении настолько внятно и просто, как только это возможно. Дальше. Поскольку мы предполагали иллюстрировать историю современного русского искусства, нужно было найти иллюстрации. Соответственно, нам нужно было найти любые документы, которые так или иначе зафиксировали бы каждое из событий, явлений, групп, выставок, как исторических фактов. Дальше наступает еще более скучная и прагматическая задача. Необходимо было заручиться согласием с теми, кто предоставлял нам эти материалы. Соответственно, необходимо было делать списки, заключать соглашения с владельцами авторских прав, составлять списки задействованных документов, фотографий, эфемер. И более того, мы вынуждены признать, что мы не можем позволить себе действовать в рамках моноязыка, поэтому мы обязаны переводить все на другой язык, на язык международного общения, на английский. И вот этот список из почти тысячи экспонатов, которые были задействованы виртуально в нашей интерактивной медиа-инсталляции, были приведены на английский язык. Сня дальше мы, собственно, перешли к формированию самой интерактивной медиа-среды, в которую вошли видеофильмы, 25 видеофильмов, фотогалереи и текстовые описания этих феноменов на двух языках. После чего дело перешло в руки технологов, компьютерных дизайнеров, программистов, которые ввели наши уникальные документы в контекст очень сложно устроенной модели взаимодействия зрителей и информации, которую мы готовы этому зрителю предложить. Как видите, документы мы использовали самые разные. Это записные книжки, это рисунки художников, выполненные в связи с какими-то проекциями художественных акций. Это переводы на русский язык статей зарубежных художественных критиков, написанные в те годы, когда зарубежные критики были единственными, кто писал о русском искусстве. Это ксерокопии газет, которые освещали те или иные события русской художественной жизни. Естественно, мы говорим о неофициальном искусстве, подпольном искусстве. Наконец, это рукописи и манифесты современных художников, ныне живущих художников. И вот так, собственно говоря, выглядела интерактивная медиаинсталляция, которая состояла из трех частей. На огромном экране, который охватывал 180 градусов человеческого зрения, располагалось три поля. Слева пользователь мог прочесть текстовое описание того или иного явления. В середине он мог просмотреть видеоролик, посвященный тому или иному явлению. И справа он мог пролистать фотогалерею, посвященную тому же самому явлению. В частности, вот на этой фотографии речь идет о таком феномене, как Московский постконцентуальный психоделика, как мы назвали этот сложный сюжет, на самом деле история группы инспекции медицинской герминевтики и ее контекст. Каждое из событий, явлений российской истории искусствов было, как видите, связано с другим тем или иным типом связи, где было и влияние, и отталкивание, и преемственность, и так далее. И каждая связь тоже была кликабельна, и ее можно было раскрыть в тексте, в тектовом комментарии. Следующий проект, который последовал сразу же за проектом «Древо современного русского искусства», это выставка, посвященная приобретению музеев «Гараж» видеоколлекции Вадима Захарова. И выставка называлась «Постскриптум после РИП» видеоархив выставок московских художников за 26 лет. И проект Вадима Захарова предполагал воплощение метафоры, которое с устойчивостью сравнивает архив складывающим. Вадим Захаров соорудил 26 надгробий, внутри которых были вмонтированы мониторы, где крутилась вот эта самая видеохроника, разделенная на годы. Нашей же задачей было сформировать и тщательно отредактировать списки событий, которые я снял на видео Вадим Захаров. Кстати говоря, это фотография, которую сняла моя коллега Зина Стародубцева, за что отдельное спасибо. Вот так выглядели вот эти как бы надгробия. Одновременно они же были и архивными папками, где, как всегда, есть такое отверстие, обычно мы тянем за него папку, чтобы стянуть с полки. И вот внутри этих отверстий были смонтированы мониторы, где можно было видеть тот или иной сюжет, связанный с тем или иным годом, историю русского искусства во всем многообразии. Вот в таких иллюминаторах, как космическом корабле, с того света, из прошлого с нами разговаривали герои нашего искусства. но наша задача была не просто как бы отобрать художника его материал, то, что он собирал в течение 26 лет, не только хранить это, но предоставить возможность каждому исследователю получить доступ к этому собранию. И одним из важнейших жестов с нашей стороны было составление подробнейшего каталога видеосюжетов, собранных Владимиром Захаром за 26 лет. Эта книга вышла буквально месяц назад. Наконец, последняя история, которую я хотела бы рассказать, которая открылась сразу же после того, как закрылась выставка Владимиром Захаром. Эта история иллюстрирует не меньшей степенью то, чем мы заняты, и то, каким образом мы пополняем нашу коллекцию. Мы в какой-то момент поняли, что мы можем собирать редкие документы из истории неофициального русского искусства 60-х годов. Мы можем охотиться с раритетами, которые повествуют об истории московской школы концептуализма. Мы можем собирать по одной фотографии, по одному листочку из тех, что сохранились в связи с историей московского акционизма 90-х. Но история последних лет уходит от нас гораздо быстрее, чем мы можем ее зафиксировать. В частности, это касается получивших большое распространение инициатив самоорганизации, которые внутри нашего искусства функционируют уже много-много лет. Таким образом, мы запустили эту программу, исследовательскую программу, еще раз я подчеркну, которая называется «Открытые системы опыта художественной самоорганизации в России 2000-2015 годов». Она и сейчас продолжает работать в гараже и на самом деле выстроена как череда сессий, в рамках которых молодые художники из разных городов России рассказывают о своих опытов, показывают то, что они сделали в рамках самоорганизации, которые они представляют. И одновременно каждую субботу, когда открывается сессия, мы открываем новую часть экспозиции, связанную с тем, кто будет выступать. вот как видите, материал, который мы показываем на документационной стене, самый разнообразный. Это афиши, фотографии, манифесты, видеозаписи, это зины, это вручную сделанные пригласительные билеты, стикеры, бог знает что еще, включая артефакты на самом деле. Но по большей части то, что мы показываем, мы собираем, да, это теперь часть нашего архива, но показываем мы копии, поскольку предъявляем некоторую иллюстрацию к истории, но не самую уникальную документацию. Четыре раздела имеет этот проект, каждый раздел посвящен отдельной группе и в рамках нашего исследования мы предложили свою систематизацию по отношению в самоорганизации по странству. Ну, в частности, например, первая встреча была посвящена квартирным выставкам, вторая встреча была посвящена арендованным пространствам, сквотам, третья встреча была посвящена истории выставок на улицах и на природе, на открытом воздухе. Конечно, здесь, в этой истории с открытыми системами мы столкнулись с гораздо больше серьезным сопротивлением, чем это обычно бывает, поскольку мы работали с кругом молодых независимых художников, которые чрезвычайно сопротивляются тому, что называется присвоением архива. они не хотят быть частью истории как нарратива, формируемого большой институцией, нам пришлось потратить немало сил, чтобы представить полноценно эти 50 инициатив со всей России. Помимо прочего, мы, помимо того, что мы собирали документы вот об этих 50 инициативах из разных городов, не только из Москвы, Санкт-Петербурга, из Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Красноярска, Нижнего Тагила, Самары. Мы записывали интервью с теми, кого не могли позвать, просто потому, что мне не могли дать слово всем. И видеодокументация тоже является частью экспозиции, которую мы открыли в гараже, и это станет частью архивной коллекции, безусловно. поскольку на выставке можно увидеть ролики максимум 20 минут длиной, вся видеозапись обычно занимает час или даже больше, поэтому для того, чтобы узнать историю каждой из этих инициатив, нужно воспользоваться собранием музея. Ну, вот здесь небольшие фрагменты. Да, и мы составили, естественно, картотепу этих инициатив с полной хронологией художественных событий, случившихся внутри каждой из этих квартирных галерей или кураторских независимых групп. мы вычиняли не только позиции, связанные с хронологией, когда открылась инициатива, когда она завершила свое существование, кто организовал, кто участвовал в проектах. мы также обращали внимание на характер, на экономическую специфику каждой самой организации, как она финансировалась, как она управлялась, было ли это вертикальное управление, горизонтальное управление, и как художники относились к разным аспектам современной художественной жизни, таким, как политическая составляющая художественного высказывания или, напротив, исключительно эскапизм такого рода инициативы. Для этого мы создали систему хэштегов, которые позволяют давать альтернативную систему всему этому объему информации. Ну вот, даже сейчас некоторые люди пишут от руки, поэтому вот эти рукописи тоже являются частью нашего архива, и благодаря исследовательской работе, которую ведет наш отдел, еще раз повторю, мы получили возможность не просто познакомить зрителей с этой замечательной мало известной историей самоорганизации, но и пополнить свою коллекцию самым радикальным способом. Спасибо большое за внимание. Вопросы? у меня есть не вопрос, в комментариях мне очень приятно это смотреть, связанно с тем, что исследовательский проект идет вместе с собирательским проектом, и есть результат выставка и книга, и мы вспоминаем программу «УЦСЛИ», которая называлась «Современное искусство вода до я». В этом зале прошло более 20 архивных выставок, но никто о них не знает, кроме тех людей, которые пришли на события. То есть эти архивные выставки делались к чему? К встрече художников, тут были афиши, произведения, книги, буклеты, фотографии мастерских, видеопрезентация, злойпрезентация работ художников, смонтированные фрагменты «УЦНИМ», и каждое событие в рамках программы «Современное искусство от А до Я» сопровождалось всегда архивными выставками, и таких событий они проходили в течение 5-7 лет с регулярностью 3 раза в месяц. И вот если КЦСИ все-таки отдела медиатека в какой-то момент решит, что это надо издать, сделать это публично, в эту часть деятельности, кто готова в этом участвовать, и буду благодарна. Еще какие-то вопросы? Саша, как Вы относитесь к существованию в Москве не то, что конкурирующих, я понимаю, что конкурентов у Вас нет, но организации типа КЦСИ, которые владеют тоже архивом. И понятно, что часть этого архива уже не будет продана в гараже или подарена. Вот как сосуществовать этим архивам? Во-первых, конечно, иметь конкурентов это прекрасно, это очень хороший стиль для роста, поэтому безусловно считаем как с конкурентами наши. Но самое важное заключается в том, что, как я надеюсь, еще это не окончательный план, но я надеюсь, что в следующем году мы сможем объявить о создании такой вот гибридной организации, которая будет называться Russian Art Archives Network. Мы хотим создать единую базу данных по архивам, которые хранят уникальные документы по истории русского искусства, и располагаются в самых разных точках мира. В Америке, в Германии, у нас. Поэтому мы не можем воспринимать коллег из других архивов. В качестве конкурента нам нечего делить, потому что история одна. И нам как бы нуждаемся друг в друге, чтобы соединить вот эти разбитые части. И я надеюсь, что мы с ИС сможем что-нибудь вместе когда-нибудь сделать. Конечно. Да. Да. У нас вся дымка в микрофоне. А кто-то разределся и ждал. Ну и просто к тому, что у вас большая задача очень. Как бы все-таки рассказала и расписала. И получается, что все-таки как в таком случае считать, что является уникальным архивом, первичным, вторичным. Вы получили архив Эль-Галилеи, у нас там архив Центра современного искусственной гиманки, например. Или у вас ТВ-галерея, у нас часть работы в галерее, которая находится в коллекции там, да, собственно, самих произведений видеоискусства. Вот, ну, понятно, что это правильно, как ты считаешь, что это вообще хорошее? Вот, какова твоя мечта в этом смысле? Ну, я думаю, что такая же, как у тебя. На самом деле, понятно, что любой человек, который занимался изучением истории русского искусства, знает, как это легко. И как бы, как бы ты не знаешь, где взять материал, просто потому, что он где-то похоронен, ты даже не знаешь, где. У тебя нет денег на билет, чтобы долететь до Нью-Йорка и пойти в музей Циберли. Поэтому, конечно же, моя мечта заключается в том, чтобы сделать эти острова, как бы соединить и сделать эту историю видимой. И если, ну вот тоже, что такое уникальность, да, мы прекрасно знаем, что многие видеозаписи, которые мы считаем уникальными, мы как бы их купили, да, мы знаем, что они выложены в Ютьюбе, там, самими художниками, они путешествуют по интернету, но пока они безымянные, пока они не включены вот в эту сеть, мы, мы являемся обладателями, вы являетесь обладателями уникального знания, потому что вы эти острова наносите на карту, вот она нам уже как бы заполнится, поэтому я говорю, что нужно дать, когда она заполнится, эта карта, я буду сейчас в связи с последними проектами гаража по архитектуре, будет ли архив выполняться архитектурный материал, и как это будет, если будет, то как это будет с образцами искусства, потому что между другим самым материалом, особенно советским, советской архитектурой. Здесь, да, мы уже как-то помнится, говорили об этом, и это довольно сложный вопрос, потому что в отличие от современного искусства, в архитектуре гораздо больше, гораздо прочнее фундамента, который уже заложен. Это архивы института архитектуры, это архивы союза архитекторов, потому что чтобы в истории советской архитектуры не было неофициальной архитектуры, она вся вошла как корпус документов в структуры официальной архитектурной вот этой номенклатуры. Она стала частью информационных центров, заложенных еще тогда в советские времена. Единственное, что мы, я думаю, можем всерьез обсуждать, это рост и усиление библиотеки по истории архитектуры, причем не только российской, но и зарубежной. И надо сказать, что дар Сергея Гордеева, который подарил нам свою библиотеку, посвященную архитектуре, нас в этом смысле очень укрепил. И мы движемся в этом направлении. Насчет архива архитектурной жизни я не знаю. Но в каком-то смысле частично эта история будет зафиксирована хотя бы в том смысле, что в институциональный архив гаража попали материалы, связанные со строительством временного павильона Шигера-Убана и проекта Рэма Колхаса по реконструкции времен года. Этот материал мы храним как институциональный архив. Да, одну секунду, я сейчас еще короткий вопрос. Как раз я с некоторыми специальными архивами работал и вижу, что есть проблема с организацией материала, потому что датировки часто и встречаются персонали, и так называемые тейки вот эти, Вот этот единый центр архива, как-то решит. Правда, я могу синхронизаться с этим. Я надеюсь на это, но просто если в одном документе сказано, что художник Иванов родился в 59-м году, а в другом документе сказано, что родился в 60-м году, то мы храним оба документа. И для того, чтобы восстановить историю, мы, не знаю, берем интервью художника Иванова и спрашиваем, когда в конце концов вы родились. Но, во всяком случае, я хочу сказать, что нас очень вдохновил пример Музея современного искусства города Нью-Йорка, который начал собирать институциональный архив в 89-м году, через 60 лет после открытия. И, естественно, восстановить всю историю было достаточно затруднительно. И они смогли это сделать, они брали, они записывали то, что называется World History, не только документы, связанные с каждым из проектов МОМа за 60 лет, но и восстанавливали то, что восстановление, казалось бы, не подлежит. Поэтому где-то вот, ну, так работают архивы во всех остальных сферах знаний, где-то на перепрёстке разноречивых сведений находится правда. Хотела сказать, что в Мюзее современного искусства Макси в Риме роскошная коллекция архитектурной графики рисунков проектов и для них это приоритетное направление деятелей, если подарить и передать эти копии они будут счастливы, потому что, ну, как мне кажется, я в этом уверена, что архивы русского искусства должны находиться в том числе и не в России с разными ситуациями в том числе. Были бы архивы были бы доступны, находясь не в России, было бы ещё лучше. Дигитализация там лучше пойдёт. Нет. Вот нет, вот нет, мы прекрасно знаем, что коллекция в Бремене, она не только не оцифрована, она не каталогизирована, коллекция Циммерли то же самое, у нас нет доступа к этому материалу, просто нет. Ну, находясь в Москве, архивы практически все закрыты, уже не надо попасть в архивы проектов проектов организации, только по личному. Надо на это покрыть. Да. Вопрос. У меня не столько вопрос, сколько реплика, вот впечатление от всего, что здесь происходило от презентации вашего проекта требования с русского искусства, вот как-то видится по аналогии с сериалами детективными, что когда-нибудь все-таки будет такая ситуация, когда мы сможем пробить художника по базе ФСБ, ЦРУ, Интерпола, и мгновенно узнать, где, когда, на какой кухне он с кем выпивал, где хранятся его ромоты, какие есть о нем публикации, и так далее. Просто такая мечта, надеюсь, мы воживем в этой, да? Спасибо. А что у нас есть, между прочим, судебные протоколы? Да, у нас есть архивные протоколы. Я говорю, что мы действительно некоторые судебные протоколы храним, связанные с делами осторожной религии, последствиям Пусси Райт и из выставки за вредное искусство, так что это тоже есть. А у нас в чём хранения находится архив генерала Фосбека, КГБ, который курировал официальные выставки и составлял такие картотепи на всех узорах. В принципе, принадлежит журналу искусству, он сейчас временно 18. в кухон, в кухон, в кухон. Продолжение следует...